Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск новостей. Все самое интересное за неделю в репортажах наших корреспондентов. В студии Галина Кима в начале коротко о главных темах выпуска. Принято Государственной Думой. В третьем чтении депутаты одобрили поправки в Конституцию России. Если он упадет, он заканчивается программой, и он умирает. Работотехника для всех в Анивской школе открылся современный технокласс. Очень понравился. Ну прямо я горжусь, что у нас такие люди были, есть и будут, я думаю. Фильмы о Великом и сериалы о простом. Фестиваль «Утро Родины» на Сахалине собирал полные залы. Я думаю, народ-то весь доволен этим ярмарком. Недорого и вкусно на торговой площадке у Дома торговли прошла ярмарка морепродуктов. Быстро лыжни, попутного ветра и просто получать от этого удовольствие. Главный старт уходящей зимы. Сотни островитян стали участниками лыжного марафона имени Игоря Фархудинова. Депутаты Государственной Думы проголосовали за поправки в Конституцию России. Сейчас новый закон передали на одобрение региональным парламентам. Уже 22 апреля россияне смогут решить судьбу главного документа страны. Какие изменения готовят в основном законе, расскажет Олеся Львова. Государственная Дума закончила свою работу над обновлением Конституции России. В третьем чтении депутаты приняли изменения в главном законе страны. Теперь дело за региональными парламентами. Дальше – подпись президента. Всего в документ планируют внести 46 поправок на 75 листах. 27 лет без изменений. Пришло время обновиться. В Конституцию добавят ряд важных социальных и политических пунктов. Усиление роли Госсовета, ужесточение требований к кандидатуре на пост главы государства, запрет на иностранное гражданство для чиновников, а также нерушимость и территориальная целостность страны. Все это теперь будет прописано в главном документе. Для нас это актуально, потому что именно здесь обсуждались вопросы, когда наши соседи поднимают вопрос о том, что у них есть территориальные претензии. Я считаю, что у нашего руководства должен быть ответ однозначно всегда со ссылкой на Конституцию, что это невозможно. Поправки в Конституции закрепят за государством ряд социальных обязательств. Например, ежегодная индексация пенсий и пособий. МРОД сравняют с суммой прожиточного минимума. Эти меры помогут защитить россиян от роста цен и инфляции. Общее количество мер социальной поддержки увеличилось на 23. Соответственно, и увеличивается количество получателей мер социальной поддержки. То есть, если в 2017 году это было 189 тысяч человек, то в настоящее время более 280. То есть, это, считайте, практически половина численности населения Сахалинской области. Конституция закрепит обязанность оказания бесплатной медицинской помощи и создания всех условий для ведения здорового образа жизни. В Сахалинской области уже активно работают специальные программы для людей разного возраста. Сегодня у нас в Сахалинской области реализуется много проектов. Для старшего поколения это проект «Сахалинское долголетие». Сегодня очень приятно, что люди пожилого возраста ходят в спортивные залы, в бассейны на бесплатной основе. Они посещают культурные центры, ходят в кинотеатры на просмотры. Нововведением станет и упоминание Бога. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. Примерно так будет звучать этот пункт. Он не нарушает светского характера государства, а просто констатирует роль религии в российской истории. Это дополнение внесут в третью главу Конституции. Не случайно, что в той формулировке, о которой мы с вами говорим, слово «Бог» и слово «идеалы» стоят рядом. И Бог всегда был тем идеалом, к которому люди стремились, ради которого они расширяли границы. Имя Бога внесено в законы многих стран. Нерушимая связь между народом и религией существовала всегда и прослеживается в различных исторических документах. Упоминание Бога есть и в гимне России. Этот пункт не выделяет какую-то определенную религию, а касается всех четырех конфессий. Я думаю, что в русском народе, в русской души уже где-то глубоко, естественно, заложена вера в Бога, как его, кто назовет. Но все равно там где-то глубоко есть эта вера, и люди этой верой разговаривают. Важным предложением стало обнуление президентских сроков. Возможность встать Владимиру Путину во главе государства еще четыре раза также представят на голосование жителям. Сахалинская областная дума уже приняла решение в пользу поправок в Конституцию. А 22 апреля свое мнение выскажут россияне. Олеся Львова, Дмитрий Клировский, телекомпания ОТВ. Флешмоб от Сахалина до Крыма состоялся на площади победы областной столицы. В честь шестой годовщины присоединения республики к России студенты нескольких учебных заведений острова, вооружившись воздушными шарами, выстроились в виде слова «Крым». От Сахалина рукой подать! Когда квадрокоптер поднимется на высоту птичьего полета, мы сделаем снимок и отправим по просторам интернета, соцсетям и так далее. Ну, то есть вот здесь, можно сказать, патриотическое такое воспитание, которое, можно сказать, не выражается в песнях, в танцах, оно здесь вот именно в таком порыве молодежном. Жители Крыма сами приняли решение, чтобы присоединиться к нашей стране. То есть, они не были довольны политикой Украины, ну, там происходили довольно-таки неприятные события, но они приняли решение к нам присоединиться, это вполне ответственно и очень важно, я считаю. Аналогичные флешмобы пройдут и во многих районах Сахалина. Кроме того, состоятся культурные мероприятия, посвященные Крымской весне. Сахалинская область приняла эстафету Победы. Символ, посвященный 75-летию разгрома немецко-фашистских войск, прибыл в Южно-Сахалинск и уже скоро пройдет по всем крупным городам островного региона. Ранее старт памятным мероприятием дали в Мурманске и Бресте. Полина Булгакова продолжит. Почти 70 тысяч километров через всю Россию и 9 других государств. Эстафета Победы активно шагает по регионам. Ранее стартовавшая в Бресте и Мурманске, она уже успела побывать в Анадыре и Петропавловске-Камчатском. Теперь очередь островного региона. Это одно из мероприятий, которое предшествует юбилею Великой Победы. Очень символично, что сейчас передача этого символа проходит именно на Сахалинской земле, где завершилась Вторая мировая война. Главный символ эстафеты Победы – макет пограничного столба с георгиевской лентой. Он передается от заставы к заставе, от отряда к отряду на всем протяжении государственной границы. Преодолевая 70 тысяч километров вдоль внешних границ государств России и государств-участников СНГ, эстафета завершает свое шествие 28 мая на Поклонной горе в городе Москва с церемонией передачи символа эстафеты Центрального музея Великой Отечественной войны. Проходя каждые пять лет, эстафета стала доброй традицией, напоминающей людям о том, что мир и взаимное уважение на земле бесценны. Главная цель масштабного мероприятия – укрепить дружбу народов стран СНГ, а также почтить память тех, кто сражался за мир. Память – это великое дело. Наши внуки, наши правнуки должны помнить о героях, которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Эстафета Победы продвигается сразу в двух направлениях. К нам она пришла с северных широт. Островной регион, в свою очередь, передаст главный символ Победы другим городам Дальнего Востока. В течение двух с половиной месяцев памятные мероприятия пройдут вдоль границ России с Белоруссией, Казахстаном, Таджикистаном, Азербайджаном, Арменией и Киргизией. Финальным аккордом станет церемония в Московском Парке Победы. Полина Булгакова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Участнику Великой Отечественной войны Николаю Огорчилову вручили праздничную медаль, выпущенную в честь 75-летия Победы. Сегодня фронтовик проживает в Южно-Сахалинском доме-интернате для престарелых и инвалидов. 31 июля ему исполнится 98 лет. Еще в детстве у него возникли проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Несмотря на инвалидность, Николай Николаевич в годы войны нес службу на стратегически важном объекте Костромской области – авиабазе. У них формировались снаряды и поставлялись на аэродром. Естественно, я как бы все это смотрела, как вот это все было расположение. Естественно, немцы они хотели вокруг все это бомбили. И он был поваром. То есть три раза в день они кормили вот этот огромный полк тысячу человек. В данном центре находятся сейчас 12 ветеранов Великой Отечественной войны. Один из них, Огорчилов Николай Николаевич, является участником Великой Отечественной войны. Остальные 11 человек – это труженики тыла. Они также удостоились юбилейных медалей. Поздравить победителей в дом-интернат пришли юнормейцы, кадеты, сотрудники силовых структур. Для всех звучал военный оркестр. Птицефабрика «Островная» серьезно перестраивает режим работы. Учреждение планирует снизить себестоимость продукции и повысить производительность труда. В этом помогают приглашенные специалисты с материка. Они проводят тренинги с сотрудниками и аудит работы предприятия. Как это повлияет на жизнь потребителей и цену продукции, узнавали мои коллеги. На гектарах птицефабрики «Островной» действует сложная логистическая схема. Определенный транспорт должен быть у конкретных цехов в строго установленное время. Казалось бы, отлаженная система работает как часы. Однако проверка приезжими специалистами показала – эффективность поставки мяса птицы можно увеличить. С 6 тысяч голов в день до 10 без закупки дополнительного оборудования. Что и сделали. Наши площади производственные, они не изменились. А план производства мяса на 2020 год относительно 2019 в два раза выше. И нам необходимо, то есть вот такими методами, увеличивать собственные объемы. И не только увеличили объемы, но и сэкономили уже больше 13 миллионов рублей. Это и есть работа направления бережливое производство. Выявить недостатки в деятельности предприятия и убрать их. А есть они практически у всех. И везде одни и те же. Плохая эргономика рабочего места, неэффективное использование оборудования. Для потребителей изменения также важны. Если брать именно птицефабрику, то в итоге новые схемы работы помогут выполнить тот самый план по импортозамещению. Вопрос, зачем нужно обеспечивать область именно своей продукцией, в последнее время не возникает. Эффективность работы сельского хозяйства в Сахалинской области. Многие жители Сахалинской области могут замечать даже по коронавирусу, по Приморскому краю, по Хабаровскому краю. Если завоз продукции был из Китая, и при возникновении определенных ограничительных мер завоза перемещения продукции, в многих регионах резко подскочили цены на те или на другие виды продукции. В Сахалинской области данных по механизму не было. На Островной эксперты пробудут 6 месяцев. За это время выработанные методики внедрят на весь цикл производства. Сергей Суханов, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. Школьники Анивы теперь смогут осваивать азы робототехники, не выезжая из родного города. В одном из учебных заведений появился новый технокласс. Он оснащен всем необходимым для изучения основ программирования и создания моделей роботов любого уровня сложности. Все оборудование приобретено в рамках программы «Молодежный бюджет». Подробности далее. После уроков в Анивской школе шумно. Закончив основные занятия, ребята бегут в новый технокласс. Недавно открывшиеся кабинеты по робототехнике уже привлекли более 200 учеников. Создать современные классы позволил проект инициативного бюджетирования. Молодежный бюджет выделил 3 миллиона рублей для реализации школьной мечты. Ее, кстати, предложили сами ученики. Было 3 проекта и было проведено голосование. То есть собирали всех старшеклассников в актовом зале и мы голосовали. И по результатам этого голосования был выбран проект технокласса как более востребованный. Выбор оказался нелегкий. Среди проектов участников ребят была модернизированная библиотека и зона отдыха. Но именно класс робототехники пришелся по вкусу юным анивчанам. Занятие здесь ведет учитель из Йошкар-Алы. Евгений Власкин сразу заинтересовался проектом. У нас в достаточно большом количестве к нам приходят дети из детских садов. Вот они здесь занимаются программированием. Пока что в визуальной среде Scratch Junior. Изучают азы робототехники не только малыши. На занятия приглашают ребят всех возрастов. Здесь они прописывают программу с точным алгоритмом действий робота, выбирают его назначение и конструируют тело искусственного интеллекта. До этого я вообще не умела работать на компьютерах. И придя в этот класс, я научилась работать в разных программах, программировать звуки, видео. Например, если ускоряться, если я к нему не провожу, то он потихоньку останавливается. Для занятий в классах есть все необходимое. Школа закупила новую мебель, сделала дизайнерский ремонт и оснастила кабинеты современными компьютерами. Теперь кибернаука доступна каждому юному жителю Анивы. Олеся Львова, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. 90 сахалинцев старше 50 лет в этом году бесплатно получат новую профессию. На базе Центра опережающей профессиональной подготовки для островитян старшего поколения организованы курсы по трем программам – портной, кондитер и парикмахер. Срок обучения составит от 1 до 2 месяцев в зависимости от компетенции. Подробности расскажет Владимир Ильин. Посмотрите, она выкроена также под углом 45 градусов, она тянется. Значит, на лицевую сторону мы накладываем. Художник по специальности Виктория Одинцова с недавних пор снова стала студенткой. Вспомнить молодость заставила любовь к вышиванию. Творческая натура, она считает, жизнь после 50 только начинается. А уж учиться точно никогда не поздно. Когда Сахалинка узнала о бесплатных курсах, без раздумий записалась в группу. За две недели женщина уже успела получить новые знания и оценить качество учебного процесса. Сейчас нам рассказывали, как правильно приметать окантовочную бейку. То есть мы уже будем знать, как правильно это делать. Я, например, пользовалась уже, но как правильно делать, нам преподаватели показывают. Потому что преподаватель у нас очень хороший. Нам так повезло. У нас прекрасные преподаватели, прекрасная здесь вся организация. В Сахалинской области решение о создании центра, опережающей профессиональной подготовки, приняли в августе 2018 года в период проведения финала 6-го национального чемпионата WorldSkills. Благодаря масштабным соревнованиям по профмастерству он полностью оснащен современным оборудованием. В качестве наставников здесь выступают эксперты WorldSkills. Люди взрослые. Сначала было немного стеснение, потому что все-таки они умудренные жизнью, опытом. Вот. Но то, что они, вот этот опыт, он как раз-таки способствует тому, что они усваивают информацию намного лучше и эффективнее, чем обычные студенты. Среди желающих пройти обучение не только жители областной столицы, но и других соседних населенных пунктов. Все группы укомплектованы практически полностью. Заявки собирались с большого количества учреждений, в том числе Южно-Сахалинска. Я сама знаю о том, что и в учреждениях департамента образования собирались данные по желающим принять участие. В этом году будет еще 50 человек обучено по данным программам. Поэтому те, кто хочет принять участие, еще имеют возможность подать заявки. По окончанию курсов найти работу для студентов проблемы не составит. Все эти специальности пользуются большим спросом на островах. Новую компетенцию можно подтвердить документально. По окончанию курсов, если это программа на 72 часа, то есть более короткая, то это удостоверение о повышении квалификации. Если это основная программа, то это свидетельство о получении профессии, специальности, должности рабочего служащего. Чтобы подать заявку на бесплатное обучение, необходимо обратиться в Центр опережающей профессиональной подготовки по адресу. Улица Комсомольская, 212. Владимир Ильин, Максим Махин, телекомпания ОТВ. Кинозалы на этой неделе были полны зрителей. В Южно-Сахалинске прошел фестиваль многосерийных фильмов «Утро Родины». На больших экранах сахалинцам показывали старое новое кино и российские сериалы, которые лично представляли звезды. И, конечно, не обошлось без красочных церемоний. Подробности в следующем сюжете. Грандиозное шоу с участием артистов цирка, эстрады, балета, кино еще пока не началось. Однако зрители уже заходят, ожидается полный зал. И практически сразу в начале начнется кино. Специально для шоу «Открытие» организаторы сняли эксклюзивный фильм. Открытие начинается через 8 часов. Должны успеть. Да, но оказывается у нас с Ахалином разница 8 часов. Поэтому похоже, что концерт уже начинается. Все, это инфаркт. С музыки из фильма «Обыкновенное чудо» начинается чудо необыкновенное. По сюжету фильма организаторам необходимо на ходу сочинить сценарий и поставить церемонию открытия крупного фестиваля. Действие творится на экране и на сцене. И там, и там звезды. Актеру Дмитрию Назарову вторит актер Максим Логашкин, который то про конкурсные фильмы расскажет, то по-итальянски споет. Вместе с профессиональными тенорами. Масштабно, иного слова для церемонии открытия не подберешь. В небеса взмывает акробат, на сцене танцуют клоунессы, как и сериалы «Утро Родины» жанрово различные, так и на открытии все на свете. От цирка до балета. А если и балет, то в исполнении не кого-то там, а Илзе Лиепы. При этом все стараются органично связать с темой фестиваля. Например, в танце шоу-балета «Тодес» представляют приз – лотос из костяного фарфора. Церемония прошла ярко и интересно как у выдуманных персонажей с экрана, так и у реальной команды фестиваля. Пусть и пришлось выпить не один литр валерьянки. Подготовка, по словам директора фестиваля, шла очень нервно. Это очень сложный технический был процесс, очень сложный. Вы себе даже не представляете, какое количество людей должны были одновременно правильно нажать кнопки, чтобы все сложилось. Все ли кнопки правильно были нажаты? Ну, в основном, да. Правильно нажимать кнопки требовалось целую неделю. В кинотеатрах проходили в них конкурсные и конкурсные показы. Разные жанры, разная аудитория. Вот, например, фильм о великом авиаконструкторе «Миле», создателе знаменитых вертолетов «Ми». Его представляет актриса Марьяна Спивак. Фильмы снимают про спортсменов, да, про космонавтов, например. А про авиаконструктора, мне кажется, это первый фильм. Взлеты и падения, тяжелые потери, любовь и семейное счастье. В жизни «Миля» было, кажется, все. И история одного из самых важных для нашей страны инженеров никого из зрителей не оставила равнодушным. Очень понравилось. Ну, прямо я горжусь, что у нас такие люди были, есть и будут, я думаю. А вот кое-что более современное и совсем не такое однозначное. Провокационный сериал Константина Богомолова «Содержанки» о жизни гламурной Москвы. Актриса Марина Зудина, представляющая сериал на фестивале, даже призвала не относиться к его героям слишком строго. Все-таки это всего лишь кино. Но и легкомысленно оценивать картину тоже не стоит. Там очень жестко все, очень современно. И там есть тема такая глобальное одиночество. И отсутствие таких настоящих чувств в жизни людей. Это все-таки люди. Просто они попали в такую обстановку, в которой по-другому нельзя жить. Они живут по тем законам. Мы живем тут на Сахалине по другим законам. Завидовать этому не надо. У нас своя жизнь, у них своя жизнь. Церемонию закрытия фестиваля «Утро Родины», во время которой чествуют победителей, можно будет посмотреть полностью на сайте skr.su. Сергей Суханов, Дмитрий Клеровский, телекомпания ОТВ. Мы продолжаем. Прямо из Невода на прилавке. Ярмарка морепродуктов состоялась в областном центре. На торговой площадке у дома торговли можно было купить свежую рыбу и другие дары моря по доступным ценам. Многие специально приехали из районов, чтобы успеть приобрести качественную продукцию. Репортаж моих коллег. Палтус, Навага, Корюшка и, конечно, королева рыбной продукции огромных размеров треска. На прилавках, на ярмарке у дома торговли рыба на любой вкус. А самое главное, купить ее могут абсолютно все. Благодаря тому, что наценка на нее минимальная. Порадовать покупателей приехали представители Тамаринской рыбопромышленной компании. Привезти товар в Южно-Сахалинск к предприятию помогло агентство по рыболовству. Мы имеем свой добывающий флот прибрежного лова. И есть большой флот, который работает в открытом океане. На данный момент у нас рыба свежая. Треска, минтай, камбала из Татарского пролива. Свежая и качественная продукция сразу же привлекает внимание покупателей. Возле прилавка большое количество людей. Кто пришел в числе первых, тем повезло больше. К примеру, они смогли приобрести свежемороженую треску весом в 6 килограммов. Треску на котлеты. Так обычно все делается. Котлеты, так и это. Всякие же все градиенты, как на котлеты делать, и так и это. Вы чего такую большую выбрали? Семя больше? На котлеты. Нет, семя небольшая. Некоторые приехали специально на ярмарку из других городов Сахалинской области, чтобы приобрести свежайшую продукцию. Я со Стародубска тоже живу в море. И я вот эти вот виды, здесь товары, все налицо. Здесь только свежее. Здесь на ярмарках приходит вся цена дешевле, товар свежий. И главное, что нравится народу. И спасибо большое администрации, городу, торговле, что они это делают. Потому что приготовить ярмарку – это большой труд. За это им спасибо. Кроме того, для посетителей организаторы подготовили развлекательную программу. Все желающие могли посетить различные мастер-классы в честь 8 марта. А юные посетители соревновались в различных конкурсах и викторинах. Ярмарка закончилась праздничным концертом и раздачей пирога с горячим чаем. Торговая площадка работает в будни с 10 утра до 4 часов дня. Надежда Кобзева, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ. Свыше 600 спортсменов стали участниками Сахалинского международного лыжного марафона. Соревнования традиционно посвящают памяти губернатора области Игоря Фархудинова. Старт был дан в селе Лесное Корсаковского района. Среди желающих испытать себя оказался и олимпийский чемпион Никита Крюков. С ним пообщался наш корреспондент Игорь Антипов. На 50 километров Никита Крюков особо не готовился. Ведь его конек – короткий спринт. Звезду пригласили на остров, чтобы провел для подрастающей смены мастер-классы. Полтинник – это такая непредсказуемая дистанция. Ты можешь ехать до последнего километра первым, а потом может просто накрыть и тебя догонят, обгонят. С прославленным чемпионом решил познакомиться и самый пожилой участник марафона – Александр Дьяченко. Южно-Схалинцу скоро исполнится 80 лет. Разрешите селфи? Давайте, давайте. Спасибо. Вам сегодня легкое. Ну ладно, тебе тоже. Может быть и увидимся где-то на трассе. Погодка благоприятствует. Снег хороший, скоростной. Так что будет в удовольствие бег. Лыжная тусовка, как говорят, сейчас, она привлекает все больше и больше людей. Все больше и больше людей приезжают. С Камчатки люди едут, соответственно, у нас пошел некий такой обмен опытом. Мы едем к ним в апреле, да, на их марафон на Авачинске. Считанные минуты остаются до общего старта. Одни пробегут 30 километров привычным маршрутом. Те, кто заявился на полтинник, выдвинутся в сторону Охотского моря, сделают там петлю. Три, два, один. За весомые призы от 20 до 100 тысяч рублей на 50 километрах поспорили 150 человек. Куш взяла первая пятерка. Среди мужчин лучший результат показал мастер спорта из Ноглик Иван Кустов. Маршрут прошел за два часа одну минуту. Олимпиец Никита Крюков завершил марафон на восьмой позиции. Мы подошли к подъему. Иван Кириллов, член сборной команды России, начал натягивать. Мы поехали за ним, четвером уехали. Куда Крюкова дели? А я его не видел. На тридцатку заявилось свыше 300 человек. Одни ускорялись с самого старта, а другие особо и не торопились. Как настроение и сердцебиение? Отлично я. Владивосток рулит. Догонит так 100 копей. И все же самым реактивным оказался южно-скалинец Александр Яблочников. Он закончил дистанцию спустя час и 26 минут. Ну что, приветствуем первого участника. Задачу поставленную выполнил перед собой. Правда, вот сломал палку на спуске, но ребята очень быстро сообразили, шли на встречу. Среди женщин на полтиннике выиграла Марина Черноусова из Южно-Скалинска. Всего же сильнейших марафонцев определили в семи возрастных. Игорь Антипов, Дмитрий Кляровский, телекомпания ОТВ. А у меня на этом все. До свидания.